У тебя было ощущение, что ты занимаешься вандализмом? Вандализм — это то, что там просто происходило с кораблем. Фактически его создавала вся страна. Это вот грузовой отсек «Бурана». Мы не знали, что это будет для такого космического корабля. На Байконуре построили целый город. Лётчик-испытатель не ниже второго класса. Идёт серьёзный циклон, дождь. И несмотря на это, руководство принимает решение пускать. Глубокий выдох. Машни в область. Вот так резко и пошёл. Столько было затрачено труда, сил, денег. И всё это, к сожалению, так вот исчезло. Комплекс передавался в аренду вместе с жителями. Все восемь рабочих погибают. Я же готов обменять «Буран» на голову хана Кенесары. Я не выступаю со стороны покупателей. Само здание заправочного комплекса, но может в любом моменте обрушится. Привет, друзья! Мы в Москве на ВДНХ. Уверен, вы знаете, что это такое. Это космический корабль «Буран». Он больше десяти лет был одним из главных аттракционов парка Горького. А в 2014-м его перевезли сюда на ВДНХ и открыли внутри музей. Думаю, многие из вас знают, что это не настоящий «Буран». Что это один из его многочисленных макетов, использовавшийся для лётных испытаний. Может быть, многие из вас удивятся, если я скажу, что это даже не настоящий макет. Он на самом деле собран из трёх разных макетов. Левое крыло от одного, правое – от другого, а фюзеляж – от третьего. Настоящий «Буран», который летал в космос, погиб на космодроме Байконур в 2002 году при банальных и довольно глупых обстоятельствах. Но есть ещё один настоящий «Буран» на 95% построенный и готовый к полёту в космос, который тоже находится на Байконуре, и который некоторое время назад оказался в собственности казахстанского бизнесмена Даурена Мусы. Возможно, вы слышали, что в связи с этим разгорелся в этом году жаркий спор в Фейсбуке, потому что Дмитрий Рогозин потребовал вернуть корабль России, потому что, по словам Рогозина, на Байконуре он содержится в ненадлежащих и опасных для корабля условиях. Даурен Муса, вы несёте персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения. А Даурен Муса, тоже в Фейсбуке, отвечает Рогозину, что нет, он не собирается отдавать корабль, по крайней мере, просто так. И говорит, что если корабль попадёт в руки Роскосмоса, вот тогда, тогда как раз всё, конец. Все эти годы я без преувеличения, как заботливый хозяин, спасал эти макеты от участия распила. Я обратил внимание на это предприятие и понял, что надо это предприятие спасать, чтобы спасти и сохранить оставшиеся бураны. Он просто захватил эту собственность, и надо разобраться, каким образом физическое лицо стало владельцем уникального наследия советской космонавтики. Решили зайти с позиции силы, забрать. Мы считаем наиболее правильным, если всё-таки Казахстан в государственную собственность вернёт эти машины, как и всё, что ему принадлежит на Байконуре. Силы мои хотите примерить? Пожалуйста, я готов идти до конца. Ху из ху. Посмотрим, кто из кто. Вот тот самый космический корабль, о котором спорят Дмитрий Рогозин и Деурен Муса. Конкретно этот корабль вроде должен был называться «Буря». По словам Вадима Лукашевича, одного из главных в нашей стране исследователей «Бурана», создателя многолет существующего проекта «Буран-Ру», это он придумал название «Буря». «Буря» – это моё название. Я на сайте «Буран-Ру» назвал его «Бурей», и оно пошло. Но официально «Бурей» этот корабль не называется. У него вообще нет официального названия. Он везде числился как изделие «102», в отличие от изделия «101», того самого «Бурана», который слетал в космос, «Буря» так никуда и не полетела. Вместе с «Бурей» здесь стоит ещё её макет. Вот там ОКМТ. Он использовался для отработки предстартовых операций, заправки корабля и так далее. «Буря» – один из трёх кораблей, созданных в рамках программы «Энергия Буран» в 80-х в ответ на американскую программу «Спейс Шаттл». «Энергия Буран» – самый крупный космический проект в истории Советского Союза. В нем принимали участие тысячи предприятий и около двух с половиной миллионов специалистов. На него потратили примерно 17 миллиардов советских рублей. Это для сравнения почти столько же, сколько потратили на всю Байкало-Амурскую магистраль. А потом программу попросту закрыли. Как так вышло, что грандиозный космический проект, на который была потрачена куча сил, энергии, денег, стал никому не нужен? Был ли вообще в нём смысл? И почему об этом корабле, который находится здесь 30 лет, вот сами видите, в каком состоянии, вдруг сейчас вспомнили и так яростно заговорили? Всем привет! По первым же кадрам вы, конечно, догадались, что это продолжение нашего большого разговора с Ильёй Калмановским про вдохновение, которое, как мы уже выяснили, приходит в движение. Если вы не понимаете, что происходит или пропустили какую-то важную часть нашего обсуждения, то сейчас вы увидите ключевые моменты предыдущей интеграции. Я только напомню, что эта рубрика вдохновлена и создана благодаря нашим друзьям из Киа. Движение – это самый простой способ, создать ситуацию, постоянно обновляющаяся информация. И если человек не может куда-то двинуться, он начинает расхаживать по комнате. Это очень простой способ включить эту дофаминовую помпу, а дальше на ней можно поехать. Человек, который оказывается в такой коробке у себя в комнате, он депривирован. У нас очень обеднённая в этом смысле жизнь, в смысле запахов, звуков. Нехватка движения – это одно из самых базовых очевидных проявлений этой депривации. А важна ли в этом движении конечная цель для нашего мозга? Важен результат или важен сам процесс? Конечно, важен сам процесс. Но просто без результата ты не сможешь себя мотивировать на это. И хорошо, если твоя тропинка состоит из некоторого количества грибов, которые постепенно на ней собираются. И дальше возникает это волшебное ощущение, как будто кто-то заготавливает вот этот контент для тебя, и он никогда не повторяется. На самом деле что происходит? Мозг играет со мной вот в эту игру. Он хочет нового, и всё новое замечательно. Он воспринимает как очень крупную награду, говорит, пожалуйста, запомни, как выглядела дорога к этому дофамину. И всегда старается создать эту оптимистичную картину того, что со мной произошло приключение. Слушай, но ты в основном сейчас рассказывал про биологический механизм, а психология, она ведь тоже играет большую роль во всем этом процессе. То, что я могу как-то контролировать сознанием, это скорее к психологии. То, что происходит само по себе и без моего ведома, это скорее физиология. Ну, я думал бы, что психологи вот это называют бессознательным или подсознанием. Иными словами, мы живем каждую минуту в той реальности, которые для нас создаёт мозг, и он использует для этого разные инструменты. Что-то он нам сообщает, что-то он нам не говорит, но при этом передаёт другими импульсами. Что-то он может сказать нам словами, да. И обычно это самые медленные вещи. То, что мозг передаёт в виде ощущений и в виде чувств, и когда он хочет, чтобы ты повторил это обязательно в будущем, он выдаёт тебе награду, он говорит, вот это хорошо. Очень интересно. У меня остался последний вопрос, который, пожалуй, я задам тебе в следующей заключительной серии нашего разговора. Давай. Очень скоро вы узнаете, чем закончится наша поездка с Ильёй и увидите то место, куда мы так целенаправленно движемся всё это время. Ну, и ведь вы слышали, что сидеть на одном месте вредно. Так что двигайтесь, а Киа вам в этом поможет и вдохновить на новые идеи. В этом циклопическом рукотворном сооружении, устремлённом в небо, воплощены все новейшие достижения науки и техники. Вы в одной из своих статей написали, что Буран — это гордость и проклятие одновременно советской космонавтики. Объясните, почему? Ну, гордость потому, что были применены потрясающей технологии, часть из них мы повторить до сих пор не можем. А проклятие, потому что деньги, которые можно было бы расходовать на развитие пилотированной программы, на тот же новый пилотированный корабль, который мы до сих пор не можем собрать, можно было бы делать уже тогда. Это же фантастический бюджет для Советского Союза. Фактически его создавала вся страна. Кто-то там делал крыло, в Таганроге делали, допустим, кель. Я могу рассказать, почему Буран стал Бураном. Почему? Вот эта тема создания нашей многоразовой космической системы имела секретный шифр «Буран». То есть это был гриф «СС». Как я уже говорил, программа «Энергия Буран» была запущена в ответ на американский Space Shuttle, космический челнок. И предполагалось, что Буран будут использовать в первую очередь для военных целей. Заказчиком было Министерство обороны, чтобы сделать так же, как у американцев и быть не хуже, чем у американцев. Именно с этим связана спешка, с которой СССР разрабатывает этот корабль. И с этим связано то, что денег на него не считают. Мы видели, что шаттл создается под требованиями Министерства обороны Америки. То есть понятно, что возникает новая военная угроза. Мы пошли по совершенно как бы вот такому лобовому ответу. Мы создадим точно такой же. То есть мы создадим чуть-чуть больше. Это использовался принцип, допустим, в артиллерии, когда у наших пушек в Великолепную войну калибр был несколько миллиметров больше, чем у немецких. Здесь был примерно тот же самый принцип. И по большому счету реализовывался принцип «надо ввязаться в драку, а там посмотрим». То есть стратегии, военной стратегии изначально не существовали? Изначально не было, да. То есть не было понимания, для чего мы создаём. Когда Рейган в начале 80-х годов провозгласил «Звёздную войну». Я отдал приказ начать широкомасштабные и интенсивные усилия по выработке долгосрочной программы исследований и разработок, чтобы достичь нашей конечной цели – покончить с угрозой ядерных баллистических ракет. О! Вот они, вот наконец они проговорились. Находясь вне зоны контроля, это где-то район Африканского рога, этот аппарат имел возможность поменять свою траекторию таким образом, что она стала проходить через центральный район Советского Союза. Некоторые говорили, что был случай в 1985 году, когда шаттл нырнул над Москвой, дошёл до высоты 70 километров и вернулся в космос. Тогда опасались, что шаттл может сбросить бомбу на Москву. Такого никогда не было. Это был русский миф об американском спейс-шаттле. Идея о том, что американский шаттл могли использовать как бомбардировщик, появился в середине 70-х в Институте прикладной математики, который возглавлял Мстислав Келдош. Он также был президентом Академии наук СССР. Никогда не было никаких оснований, которые бы подтверждали, что у Пентагона были такие планы. Мы, будучи уверенными, что американцы совершали шаттл под войну, мы буран изначально создавали именно как военную систему. То есть с борта бурана можно было теоретически, и это планировалось нанести удар по Америке? Как орбитальный бомбардировщик. И фактически одним бураном или аппаратом, созданным на его базе, можно было накрыть всю Америку. Главным конструктором бурана был назначен Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский. Он родился в 1909 году, между прочим, в дворянской семье. В годы Великой Отечественной участвовал в производстве самолётов-истребителей. В 60-х был руководителем проекта «Спираль». Вот это очень интересная история и такая предтеча бурана. По задумке самолёт-носитель поднимался с аэродрома, достигал высоты в 30 километров, потом от него отделялся орбитальный самолёт, и благодаря ракетному двигателю он мог разогнаться до первой космической скорости. Предполагалось, что этот самолёт может нанести ядерный удар по территории потенциального противника. Отдалённо это напоминает ту технологию, которую мы все в этом году могли лицезреть у Брэнсона, когда он запустил свою Virgin Galactic. Тоже самолёт, от которого отделяется корабль. Но, конечно, у Брэнсона всё это в несопоставимо меньших масштабах и не так мощно. Проект «Спираль» не был доведён до конца, там в очередной раз поменялись приоритеты у партии и правительства, зато в итоге был утверждён проект «Буран». Позднее Лозин Лозинский говорил, что именно опыт работы над «Спиралью» предопределил успешный запуск первого «Бурана». Конструктор умер в 2001 году, на 92-м году жизни, и многие до сих пор уверены, что его изобретения опередили свою эпоху. Около 10% от общей массы деталей «Бурана» изготовили здесь, на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология». В конце 70-х перед сотрудниками «Технологии» ставятся три важные задачи — изготовить створки грузового отсека, высокопрочное остекление кабины пилотов и то, что впоследствии станет особой гордостью «Бурана». Теплозащитные плитки, которые могли выдерживать температуру до полутора тысяч градусов и не давали кораблю сгорать, когда он входил в плотные слои атмосферы. Это фрагмент створки отсека полезного груза. Вот это фрагмент. Можете представить, какая это махина, если фрагмент составляет одну четвёртую часть? Это вот грузовой отсек «Бурана». Просто для того, чтобы понимать размер, это имело такие же масштабы. Здесь должен был размещаться тот самый полезный груз, о котором столько вопросов, что его так и не возникло. Створки раскрывались. Здесь на макете всё это закрыто, а так были створки, которые должны были открываться. Вот так, да? Да, манипулятор должен был быть. И полезный груз может быть отсюда вынутый, доставлен на орбиту или обратно снять с орбиты и поставить сюда, и потом доставить на Землю. При начальной массе 105 тонн корабль позволяет доставить на околоземную орбиту 30 тонн. Мы пришли молодыми специалистами, нам было всё интересно. Всё было новое, всё было интересно. И такие габариты. Это же было просто, я не знаю. Это было просто интересно. Рабочих, конечно, приходилось вместе с ними стоять и изготавливать эту деталь, потому что для нас это тоже было новое. Отработку технологий нужно было потом зафиксировать в технологических процессах. Поэтому, в общем-то, ну, и хотелось быть впереди планеты всей. Партия сказала, надо. Комсомол ответил, есть. ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Министров СССР направили приветствие всем участникам создания универсальной ракетно-космической транспортной системы «Энергия» и орбитального корабля «Буран». А вы помните день, когда вообще новость вот эта прозвучала, что здесь, в Обнинске, будут изготавливаться детали, какие-то фрагменты для такого корабля? А я вам хочу сказать, что, я не знаю, можно это для прессы или нет, что когда мы приступали к этому изделию, мы не знали, что это будет для такого космического корабля. Тогда изделие называлось «БТС» – «Большой транспортный самолёт». Значит, режим такой, ну, будем говорить, ограниченного доступа, секретности, он определялся тем стратегическим замыслом создания и использования вот этого комплекса. Поэтому понятно, что вопросы такого, будем говорить, знания комплекса, характеристик, вопросов его использования, вопросов его задач, которые он решает, они имели один из наивысших грифов защиты и, конечно, не были предметом осведомлённости участников вот этой работы. Когда я пришёл на космодром, со мной вместе пришло около 1500 лейтенантов, и каждый год приходило от 1000 до 1500 офицеров новых. То есть это была такая машина, мощь. А вы в каком были звании в 88-м году? В 88-м я был старший лейтенант. Какое было жалование тогда у старшего лейтенанта на Байконуре? Что-то порядка 220 рублей. Ну, то есть очень неплохое по тем временам? Среднее, но в принципе нормально было. Но я так понимаю, что тогда люди на Байконуре вообще хорошо зарабатывали? Зарабатывали не то чтобы очень много, не как на севере, но на жизнь хватало. И снабжение было хорошее. То есть у нас как-то был тут закрытый городок, военная торговля была, продукты были хорошие. Вот важная деталь, чтобы просто понимать масштаб проекта «Энергия Буран». Помните, я сказал, что по всей стране на него работали больше двух миллионов человек? А здесь, в Казахстане, на Байконуре построили целый город, ну, городок. Официально называется 113-я площадка. Это всё жилые дома и для военных, и для гражданских, которые работали на проекте. И жило там по разным оценкам больше десяти тысяч человек на пике. Это не считая тех, кто приезжал из Ленинска, ныне Байконура. Представляете, какой был масштаб? Сейчас 113-я площадка заброшена, там никто не живёт. Я был лётчиком-испытателем, и вот однажды утром наш командир Александр Дмитриевич Иванов объявляет, товарищи лётчики требуется на испытание, ну, тогда слово «Буран» не знали, а космический самолёт просто, на испытание космического самолёта, желающее записаться. Значит, условия такие, что лётчик-испытатель не ниже второго класса на испытание космического самолёта. Расскажите, как вы попали в программу «Энергия Буран»? Отряд был создан в 1977 году. Ну, там это условно было, условно пока. В 1981 году я услышал, а в 1982-м попросил командира Игоря Волк принять меня. Вам сразу сказали, что вы будете летать на космическом самолёте, да? Это было уже известно. Как вы понимаете, этот выпуск не обошёлся бы без командировки в Казахстан, который встречает нас полевыми условиями. Я даже не про то, какой здесь сейчас ветер, а про то, что связь ловят через раз, розетки, понятное дело, в степи не найдёшь. Самое неприятное, если у меня сейчас сядет телефон. Там ведь все вопросы, контакты, связь с нашими продюсерами. Но этого не произойдёт, потому что мы к командировкам готовимся основательно и запасаемся портативными зарядками и другими крутыми штуками от Infinity Lab, нового бренда компании Harman, более известные по аудиоустройствам GBL, AKG и Harman Kardon. Это портативный аккумулятор на 10 тысяч миллиампер-часов, есть версии со встроенным проводом и есть с беспроводной зарядкой. Очень компактный и очень удобный. Незаменимая вещь в поездках. И лучше брать сразу несколько. Конечно же, у Infinity Lab есть зарядные кабели и сетевые адаптеры. Смотрите, сразу с несколькими портами. На случай, если в отеле будет только одна розетка, а зарядить нужно сразу всё. Ну а с фирменным кабелем зарядка будет ещё и быстрой. Ещё есть беспроводная док-станция, более офисный вариант, чтобы не искать провода, а просто положить на неё телефон там, где это будет удобно. Я уже настолько привык, что она всегда под рукой и вот даже взял её в командировку. Буду пользоваться в отеле. Ну и самая удивительная вещь – портативный спикерфон, с которым можно организовывать групповые аудио- и видеоконференции. В нём, как видите, мощный динамик, четыре разнонаправленных микрофона, при этом параллельно от него можно заряжать и телефон. Все эти аксессуары соответствуют максимальным требованиям безопасности и созданы с использованием переработанного пластика, то есть с бережным отношением к природе. При этом они стильные и очень эффективные. Заказывайте устройство Infinity Lab по ссылке в описании. А мы поехали снимать дальше. Это макет. Макет? Ракета-носитель «Энергия-М». Да. В натуральную величину? Да, в натуральную веслу. Какая у неё высота? Порядка 30 метров. Энергия, которая взлетела с «Бураном», была ещё больше? Почти в два раза. Пара слов о ракетоносителе, который выводил «Буран», и который был специально под эту программу создан. Энергия была вообще самой мощной ракетой за всю историю советской и российской космонавтики. Она могла выводить на орбиту 100 тонн полезной нагрузки. Собственно, взлётный вес «Бурана» был 105 тонн. Потом, кстати, планировалось её дооснастить вот этими боковыми блоками, боковушками. На энергиях было четыре, а планировалось, что их можно установить до шести. И получившийся проект, у него было рабочее название «Вулкан», мог бы выводить на орбиту уже 200 тонн. Но для сравнения, то, что сейчас в постоянном рабочем режиме выводят на орбиту, это около 20 тонн. А чтобы выкатывать энергию, которая в вертикальном положении, здесь есть ворота. Рассказывают, что это, возможно, самые высокие ворота в мире. Под 100 метров. Не нужно никому на дачную часто? А вот чтобы было понятно, как эти ворота открываются, как железнодорожный состав по рельсам ход, и туда. Нужен специальный электропривод. Вот эти конструкции на Ваикануре неофициально ласково называют «кузнечики». С помощью «кузнечиков» сборку энергии «Буран» доставляли из монтажного комплекса, вот он, туда на старт. Их здесь две штуки, потому что планировалось, что со временем программа встанет на конвейер, и будет много «Буранов», и их нужно будет часто вывозить отсюда, везти туда. Может и кажется, что всё это такое циклопическое и монструозное. На самом деле всё это очень высокие технологии. Для проведения пусков ракеты-носителя на обширной территории космодрома Байконур построен сложный стартовый комплекс. Энергия в космосе в итоге побывала только два раза. Второй, общеизвестный, с «Бураном», а первый раз она взлетела в 87-м году с блоком, вообще этот блок назывался «Скиф», но это было военное обозначение, потому что и сам блок был военный, поэтому в открытой печати его назвали «Полюс», а ещё было обозначение «Мир». Это чтобы всех запутать. Там вообще интересная история. Это уже 87-й год, сближение с Америкой, разоружение, и поэтому высшее политическое руководство приняло решение всю военную начинку из этого блока «Полюс-Скиф» убрать. Но старт всё равно прошёл неудачно, энергия отработала штатно, а «Полюс» на орбиту так и не вышел и затонул в Тихом океане. Мы сейчас идём в командный пункт, так называемый 250-й, откуда осуществлялось управление первым запуском энергии в 87-м году, когда она взлетела ещё до «Бурана» с модулем «Скиф». А когда взлетал «Буран», здесь был запасной командный пункт. И, в принципе, там вся аппаратура до сих пор рабочая, хотя она уже не связана ни с каким пунктом запуска. Ого! Смотри, какие двери. А это двери такие на случай ЧП взрыва на старте? Ударные волны, да. 10 кг с сантиметров квадратный выдержит. А, то есть потому что энергия работала на водороде, в случае взрыва водорода взрыв был... Во время пуска всё это задраивалось, закрывалось, и расчёт был... Возрыв был очень мощный, если что, да? Это было рассчитано как раз нами. Возрыв был пуска, мы начали два парка, сразу задрались, и после двух часов уже не дарили. То есть 1200 кг. 1200 кг? Возьмем вес. Кто не успел, тот опоздал. Смотри, смазка до сих пор рабочая. Точно. Мощь. Так. Ого. Ничего себе. Вот мы тут стенды оформили тех лет, боевой расчёт, с росписями даже. Тех тоже, кого нет с нами, даже расписались. Вот здесь, на пультах, за пультами сидели люди, которые руководили процессом, контролировали процесс заправки. Это один из самых сложных процессов при подготовке к пуску, самых опасных. Поэтому всё это происходило здесь. Все эти мониторы работали. Вот такие мониторы были в каждом помещении по разным системам. Цветные. Как будто энергия только что взлетела. Перед запуском энергии с полисом, вот за две недели на космодром приехал Горбачёв. Он ездил между пусковыми установками. Вот. И один раз, садясь в машину, после очередного показа, он опять же Бакланову сказал, понастоил тут миноретов. То есть у Горбачёва было очень негативное отношение. И когда они приехали уже к стоящей ракете «Энергия» с полисом, Горбачёв на стартовой площадке сказал, что, наверное, ракете-то мы применение найдём. А вот с «Бураном» у нас ничего не получится. А это ещё, соответственно, май 87-го. За полтора года. За год до «Бурана». Вы же должны были полететь на «Буране»? Да. Ну и в конце концов пришли к такой идее, что на левом кресле должен сидеть летчик-испытатель, который отвечает за атмосферный участок. А атмосферный участок – это и есть старт. Это возможные нештатные ситуации на старте. Ну или манёвры возврата, или одновитковая тредактория. Вот если всё нормально, то после того, как корабль выходил на орбиту, уже на себя командование экипажем принимал бортинженер-представитель РКК «Энергия». То есть вы их… Да. И вот как раз один из них должен был быть кто-то вот из этой четвёрки нашей. Но поскольку на посадке основное управление – это автоматическое, лётчик, как на всякий случай, в любой момент может перейти на ручное управление, для этого достаточно было просто стронуть любой орган управления, допустим, педаль или ручка управления, и сразу корабль переходил в ручное управление. И надо было иметь опыт космического полёта. Обязательно. Вот это вы идёте рядом с «Бураном». Да. Мы на разных самолётах были. А, это же не «Буран», это «БТС-2». Да, это «БТС-2». Вот видишь, у него двигатели. «БТС-002» – это аналог «Бурана», изготовленный для лётных испытаний. На нём были реактивные двигатели, и он мог взлетать как самолёт. У реального «Бурана» таких двигателей не будет. Мы всегда сопровождали его на всякий случай. Мало ли что. Ну, так положено. Опытные самолёты, когда взлетают, любые, всегда есть самолёт-сопровождение. Игорь Волк – мой друг, он облетал корабль «Аналах» на земле. Изучил всё. Он хотел, пустите меня, пустите, я полечу. Правда ли, что команду Игоря Волка называли «Волчьей стае»? Да. Было дело. Я слышал какую-то мрачную мистику, связанную с этой командой, что очень многие не дожили даже до старта «Бурана». Ну, мистика осталась. Говорят, что был какой-то рок над всей группой, и действительно, ведь почти все лётчики погибли. Вот отряд. Здесь Волка нет, Левченко нет, Римасад есть, Щукина нет. Шефера нет, Юрия нет. А почему так часто гибнут лётчики-испытатели? Ну, потому что мы работаем на пределе. Это как автогонки, шумахеры. Почему они сталкиваются? Формула-1. Они же сталкиваются. Переворачиваются, горят. Потому что на пределе работают. А лётчиков, вернее, космонавтов, не было на первом «Буране» по соображениям безопасности или по каким-то другим? Он не был оборудован для пилотируемого полёта. То есть на нём не было никаких систем жизнеобеспечения. Допустим, система управления, которая бы позволяла именно лётчику с ручкой, педалями. Её просто не было. Дальше. Там даже не было, я не говорю о туалете, там не было газовой среды нормальной. Там просто внутри был азот, для того, чтобы ничего не загорелось, не искрило. Азот не поддерживал горение. То есть этого там не было. То есть если бы стояла задача первого полёта в пилотируемом режиме, ну это бы ещё год-полтора точно бы мы на это пошли. Мы на 110-м стартовом комплексе на Байконуре. И именно отсюда в 88-м году энергия «Буран» и отправилась в свой первый и единственный полёт. Интересно, что там рядом построен точно такой же комплекс, вернее он не достроен. Но строился. Планировалось, что когда программа будет запущена на полную мощность, запуски станут такими частыми, что одного комплекса не хватит. К сожалению, как мы знаем, одного оказалось слишком много. Среди прочих систем, кстати, у «Бурана» была предусмотрена система спасения экипажа, многоступенчатая. До определённой высоты экипаж в случае возникновения проблем мог катапультироваться. Выше определённой высоты аварийно отсоединялся от ракеты-носителя корабль, и он приземлялся как самолёт. А если проблема возникала перед стартом, то здесь тоже была специальная система спасения разработана. Видите, это «Жёлоб». Что он вам напоминает? Аквапарк, правда? Примерно так же это и работало. Экипаж должен был быстро покинуть корабль, спрыгнуть на пятую точку в этот «Жёлоб» и быстро скатиться вниз в специально подготовленный бункер, где были заранее разложены маты, в общем, заранее подстелили соломку, и таким образом в считанные секунды экипаж покидал корабль и исчезал под землей. Первый полёт «Бурана» должен был состояться 29 октября 1988-го, но происходит технический сбой. Одна из площадок обслуживания не вовремя отходит от ракеты-носителя, и автоматический запуск отменяется. Он переносится на 15 ноября, но 15 ноября не везёт с погодой. На Байконур идёт серьёзный циклон, дождь, шквалистый ветер, низкая облачность, ракеты-носители корабля начинают покрываться льдом, местами его толщина почти 2 сантиметра, а это, как мы понимаем, может существенно повлиять на аэродинамические характеристики. Всё идёт к тому, что придётся снова переносить полёт, но все конструкторы и Лозин Лозинский, собравшиеся здесь, этого не хотят, они понимают, что, возможно, это последний шанс вообще запустить «Буран». За несколько минут до запуска командиру боевого расчёта пуска Владимиру Гудилину даже вручают штормовое предупреждение. И несмотря на это, всё равно руководство принимает решение пускать. Нас подняли в три утра, и утром уже погода паршивая. 20-22 метра в секунду – это самое худшее, чего только не бывает. «Ну вот ты можешь её сопроводить?» Я говорю, да мне всё равно, хоть какая погода. Это был последний разговор. Гробовая тишина. Только смотрели на экран, тишина, напряжение было громадное. Не знаю, с чем это связано. Вроде ты же ничего помочь не можешь. А на «Папа» напряжение твое, что это должно сработать. И это «твое» улетает в космос. Включение двигателя. Включение двигателя. Атакт приёма. Включение двигателя. Ракета с кораблём стартует в 6 часов 00 минут 0,2 секунды утра, и запуск проходит совершенно штатно. Боёд нормальный. Приедем. Боёд нормальный. В воздухе стартовавшую энергию с «Бураном» ждёт истребитель МиГ-25, управляемый Магомедом Толбоевым. На борту также видеооператор Сергей Жадовский. Наблюдаешь 50 метров? Да, пошла хорошо, я пошла. На что снимал ваш оператор? Очень интересно. Что за техника у него была съёмочная? Это политический вопрос. Мы получили новейшую японскую видеотехнику того времени. А, да? Это же был вообще страшный дефицит. Как запчасти к тракторам японским. Серьёзно? Покупали японские трактора и в ящике запчасти, запчасти, запчасти. И туда ещё один ящик. Из Японии? Да. А японцы не понимали, зачем это? Откуда они знали? Ну как? Таможен проверил, ящик открыл, а запчасти. А, это запрещено было вывозить. Конечно. Технологии. Вот они. Отделение параблоков. Режим работать двигатель. Два тридцать. Я бы увидел зарево какое-то. Я туда, но я не успел разогнаться. У МиГ-25 есть особенность. Только при скорости 1800 км в час включается третий форсаж автоматически. И он включился, но поздно. Корабль вышел, но он уже начал ложиться на горизонт. А если на горизонт, это ускорение такое, что не дай бог. То есть корабль, чтобы люди понимали, он сначала летит вертикально, а потом начинает уходить в горизонталь и разгоняется. Да, он ложится на спину. Он стартует вот так вертикально. Потом ложится на спину и идёт. Но его догнать уже невозможно. Включились на 60 секунд двигатели и, разогнавшись до скорости 28 тысяч километров в час, «Буран» самостоятельно выходит на свой первый орбитальный виток. «Буран» летит, развернувшись к Земле левым крылом. Это делается для обеспечения оптимального теплового режима. Солнечное излучение при такой ориентации нагревает преимущественно нижнюю, самую огнеупорную поверхность крыла и фюзеляжа. Вот видно, что эти поверхности, которые нагреваются больше всего, они на «Буране» покрыты чёрной теплоизоляционной плиткой. Она выдерживает самый максимальный нагрев. На втором витке, на 67-й минуте полёта, вне зоны радиосвязи, «Буран» начинает готовиться к посадке. Вход в атмосферу происходит в 8 часов 51 минуту. В это время скорость корабля 27 330 километров в час. Он пролетает над Атлантикой. Расстояние до посадочного комплекса на Байконуре – 8270 километров. Мы на взлётной полосе аэродрома «Юбилейный». Его строят в начале 80-х специально под посадку «Бурана». Есть также на территории СССР два запасных аэродрома – в Симферополе и в Приморском крае. В качестве аварийных подходят даже большие гражданские аэропорты. Кроме того, подготовлены два аэродрома за пределами СССР – в Ливии и на Кубе. Но основной аэродром – этот юбилейный. И если вы летали по даже сейчас российским аэропортам, вы знаете, что во многих из них взлётная полоса неровная. Там выбоины, там между бетонными плитами есть расстояние по высоте, что очень ощущается в самолёте на разбеге или после посадки. Здесь было с самого начала приказано от этой проблемы избавиться, поэтому использовались специальные алмазные шлифовальные машины. И есть даже красивая легенда про то, что генеральный конструктор «Бурана» Лозин-Лозинский, когда полоса была сдана, проносился по ней на своей служебной «Волге», поставив стакан с водой на приборную панель, где вода чуть-чуть расплёскивалась, немедленно переделывали. Сюда же на аэродром «Юбилейный» в 80-х доставляли бураны и энергию частями по воздуху. Космические корабли перевозились с подмосковного аэродрома «Раменское», блоки ракеты-носителя с аэродрома «Безымянка» под Куйбышевым, это Самара сейчас. А доставляли их, очень интересно, на самолёте «Атлант». Это огромный советский военно-транспортный самолёт. Вот так он выглядел с разнесённым килем, специально, чтобы можно было сверху крепить груз, в данном случае «Буран» или части ракеты «Энергия». И «Атлант» совершил больше 150 полётов по перевозке этих космических комплексов. Вот здесь вот сохранился вот этот огромный кран, как он работал. Самолёт подъезжал носом вот туда, и этот кран сверху снимал груз и уже его перегружал на железнодорожную тягу или на автомобильную. Потом специально для транспортировки «Бурана» был создан сверхбольшой реактивный самолёт Ан-225 «Мрия», что в переводе с украинского значит «мечта». С украинского, потому что его разрабатывало расположенное в Киеве конструкторское бюро Антонова. Но доделать «Мрию» к полёту «Бурана» не успели. И впервые этот самолёт поднялся в воздух только в декабре 1988-го, то есть уже после первого и единственного полёта «Бурана» и «Энергии». Кстати, интересно, что «Мрия» до сих пор в строю. Она до сих пор самый большой и грузоподъёмный самолёт не только Украины, но и вообще в мире. И это единственная и последняя часть проекта «Буран», которая до сих пор летает. А в программе «Энергия.Буран» Мрия поучаствовала только два раза, потому что только дважды «Буран» на ней поднимался в воздух. Один раз в 1989 году Мрия отвезла его в Ле-Бурже, и второй раз в 1991 году здесь они вместе летали во время парада к Дню космонавтики 1991-го года. И тот их полёт здесь на Байконуре очевидцы до сих пор вспоминают. Очень эффектно из-за домов я был на площади, и с этой стороны выходила Мрия с «Бураном», и она очень медленно выходила. Такое чувство было, что как такое большое сооружение, ещё нагруженное, и не падает, держится в воздухе. Непонятно было, как будто искусственно. – На «Дракона» похоже? – Ну, на «Дракона» не похоже. Замедленная съёмка. Это не передать было. Но эффект вот этот очень наблюдался. Когда здесь из-за домов вот это вот всё… – Как люди встречали на Земле? – Ну, аплодировали. – Аплодировали всё? – Здесь был праздник, можно сказать. Вот. Великолепный. Мы видим орбитальный корабль «Буран», который падает, снижается над полосой, заходит. – Вы помните, как посадка проходила «Бураном»? – Да, я наблюдал посадку. Значит, погода также продолжала оставаться плохой. Значит, был боковой ветер до порывов до 17 метров в секунду. Низкая облачность, где-то порядка 500 метров. Мы создали совершенно замечательную автоматическую систему, автоматический контур, в том числе контрпосадки. Нигде в мире такого не было ещё. Никогда. Посадка «Бурана» – ключевой момент этого дня. Что значит «садиться в автоматическом режиме»? Это значит, надо научить автоматику это сделать. А как научить? Для этого лётчики-испытатели сотни раз отрабатывали схему посадки на других самолётах, дооборудованных, как «Буран». Мы сделали тысячи полётов с разных точек. И это была вложена в его память. Где бы этот «Буран» ни оказался, она сразу вспоминала, а что здесь, а как там, а как тут. Правда, что эту огромную тяжёлую махину Ту-154 вводили в крутую пике и потом как планер выводили на посадку? – 18 градусов. Гражданский заход Ту-54 составляет 2 градуса 54 минуты. – А тут 18? – А тут 18. – Вы практически падали. – Да. Все с земли говорили. Всё. Упал. – И вы в последний момент выводили его в горизонтельный полёс? – Ну и, соответственно, прибираешься. – Это очень строжная территория, да. И «Буран» так садился. – Подходит к концу второй виток. И что интересно, сегодня не земля выдавала команды кораблю, а корабль сам себе… «Буран» сделал над землёй два витка, полёт занял 205 минут, из которых 94 минуты корабль находился на орбите. При подлёте сюда, к юбилейному, «Буран» встречает МиГ-25 Магомеда Толбоева, но уже, когда «Буран» заходит на посадку, происходит неожиданное. Все ожидают, что он сделает манёвр в одну сторону, а он делает манёвр в противоположном направлении. И поначалу многие даже думают, что произошёл сбой. Магомед Толбоев вообще теряет «Буран» из виду. Даже с литого обгорелся таких нет. Только вот так. Так, литки как бы снили. Вошли в область. Сронел. Он так резко и полушёл. Я думал, всё. Погибло всё. Что мне делать? За меня погнаться я не могу. Уже облака начались. Я продолжаю делать своё дело, чтобы потом не было претензий ко мне. Я держу всё, как есть. Делаю чётко, чётко, чётко. Снижаюсь, снижаюсь. Он, оказывается, развернулся. То же самое синхронно делал. Одинаково. Мы одинаково вот так сошлись. Знаменитые кадры, где проносятся самолёты, это были, да? Да, да, да. Но мы сохраняли безопасность. На каком вы были расстоянии максимально? Метра 200. Одна из самых сложных проблем. Потом выяснилось, что «Буран» оказался даже умнее, чем от него ждали. Получив свежую информацию о погоде, «Автоматика» сама пересчитала схему захода на посадку и выбрала самую оптимальную. Потом было подсчитано, что вероятность именно такого решения составляет менее 10%. «Буран» заходил вот с той стороны, с курсом 240. На скорости 263 км в час в 9 часов 24 минуты он касается полосы Юбилейного. Вот в этой заранее предначертанной точке, предначертанной в буквальном смысле, здесь вот остались следы от огромного ромба, которым было заранее обозначено предполагаемое место приземления. Ровно здесь «Буран» приземляется и через 42 секунды после короткого пробега останавливается примерно в середине полосы. Первый и последний полёт многоразового советского челнока закончен. Глубокий выдох того, что всё это произошло, и, конечно, огромное удовлетворение, огромная радость. Весь космодром этого ждал. Все там во время пуска, все на крышах находились, прыгали от радости, бросали чепчики, кажется, в воздух. Сегодня в 6 часов московского времени в Советском Союзе осуществлён старт универсальной ракетно-космической транспортной системы «Энергия» с кораблём многоразового использования «Буран». Трудно представить, сколько шляп, фуражек, шапок унёс сегодня ветер шестей. Многие плакали у кого, кто был эмоциональный. Смотрите, занимательное сопоставление. Вон оттуда, с той 110-й стартовой площадки «Буран» взлетел и спустя 3 часа 25 минут приземлился на ту полосу юбилейного. От меня до места старта по прямой километров 15. То есть если я сейчас пойду туда неспешным шагом, то у меня этот путь займёт столько же, сколько заняло «Бурана». Примерно 3 часа 25 минут. Только там было ещё два витка вокруг планеты. Вообще, надо сказать, что «Буран» – это летающий робот. Автоматизации у нас такой никогда не было ни до, ни после. То есть 50 бортовых систем, всяких разных, они комплексированы под один мозг. Сейчас поднимаемся в кабину. Вот весь пульт – это реплика, правильно? Ну, не весь, две трети скажем. Очень интересная подробность, даже буду подглядывать в цифры, чтобы ничего не перепутать. Как вы помните, «Буран» летал в полностью автоматическом режиме. У него была автоматическая система управления. И специально для неё был разработан бортовой вычислительный комплекс «Бисер-4». Стояло четыре огромных, мощнейших компьютера. Что такое мощнейший компьютер в 1988 году? Объём его оперативной памяти – 512 килобайт. Интересно сравнить, например, с оперативной памятью современного телефона. Вот здесь в айфоне около 6 гигабайт. То есть больше в 15 тысяч раз, чем оперативка была тогда у «Бурана». А если мы будем сравнивать накопительную память, то в «Буране» она составляла чуть больше трёх мегабайт. А в современном телефоне, вот в моём, 256 гигабайт. То есть больше 85 тысяч раз. Но всё равно по тем временам это была абсолютно передовая технология. Что интересно, накопление физически осуществлялось на ленте. И когда один этап полёта заканчивался, с ленты из накопительной памяти в оперативную память подгружался следующий блок информации, который корабль и его система управления исполняли. Правда ли, что на крайний случай «Буран» был начинён тротилом и мог быть уничтожен с земли? В первом полёте – да. То есть в первом полёте – да, потому что 100 тонн – 60-80, если полная веса. А это вот для чего делать? Чтобы не пострадал кто-то на земле или чтобы не попал в руки потенциального противника? У нас, я думаю, здесь и то, и другое. И то, и другое. И вот, в частности, тоже интересный момент. Те самые макеты, которые сейчас остались, изначально предполагалось, что в первых запусках энергии они будут вводиться в космос. А потом предполагалось их затопить? Да. Ну или сжечь в атмосфере? Вот это один из макетов «Бурана», так называемый «ОК-МЛ-1». Он предназначался для предварительных примерочных работ и испытаний в сборке с ракетой-носителем. После закрытия программы он много лет стоял на открытой площадке и находился в таком печальном состоянии. Рассказывают, что местная молодёжь любила там внутри попить пивка. После очередного случая вандализма в 2007 году его перевезли сюда, на площадку номер два, перед музеем на Байконуре. Вообще, всего к концу программы «Энергия Буран» было создано в высокой степени готовности три космических корабля. Первый – слетавший Буран, который погиб под руинами комплекса здесь, на Байконуре. Второй – «Буря», который здесь сейчас находится, о которой спор. Третий корабль, который почти был закончен, он долгие годы находился в подмосковном Жуковском, о судьбе его шла долгая дискуссия. Сейчас вроде его продали коллекционеру Вадиму Задорожному, и он его будет выставлять в своём подмосковном музее. Макетов же для самых разных испытаний было создано восемь. И они сейчас разбросаны по всему миру. Самые известные, как вы помните, в Москве на ВДНХ. Два здесь на Байконуре, один в Сочи, один в Московской области, а ещё один – в Немецком музее техники в Шпайре. Выставленный здесь экземпляр – это прототип Бурана. Он предназначался для выполнения тестовых полётов, а именно для совершения планирования при заходе в атмосферу. Стоил весь проект – транспортировка, покупка и строительство нового павильона – примерно 4 миллиона евро. Буран – один из самых посещаемых и любимых экспонатов, так как только в нашем музее, в самом большом в Европе, можно увидеть оригинальные космические корабли. Возвращаясь в 1988 год, как на Западе отреагировали на полёт Бурана? Если это будет удобно сказать в камеру – офигели. Это был фурор, по-настоящему фурор. Даже американцы попытались на шаттлах прорабатывать вопрос беспилотной посадки для того, чтобы ответить чем-то. Что лётчики должны сидеть, и штурвал они трогают. Но, тем не менее, они на это не пошли. Миссия «Буран» в ноябре 1988 года не стала неожиданностью на Западе. Помните, это произошло во времена гласности при Михаиле Горбачёве. Тогда в СССР стало общепринятой нормой анонсировать космические запуски заранее. Американцы посылали спутники-шпионы, которые могли сфотографировать «Буран», когда его испытывали на Байконуре. Этими изображениями не делились с общественностью, но Минобороны США публиковала чертежи «Бурана» во многих открытых отчётах, которые выходили в середине 80-х. Конечно, многие заявляли, что он был такой копией американского спейс-шаттла, но в то же время многих впечатлило, что он совершил полёт без экипажа на борту, на автопилоте. Это то, чего США не сделали со спейс-шаттлами. В Музее космонавтики на Байконуре есть макет того, в ответ на что был сделан наш «Буран» – челнок спейс-шаттл. Это совершенно разные машины. Даже внешне это видно. Вот здесь, например, используются для старта два твердотопливных ускорителя. Вот они по бокам. Плюс работают двигатели самого челнока, запитанные от внешнего топливного бака. В то время как на «Буране» при старте работает только ракетоноситель, только энергия. Двигатели самого корабля не задействованы. Они там есть, но используются для космического маневрирования. При возвращении с орбиты в атмосферу и «Буран», и «Шаттл» превращались в огромные планеры. И возможности, например, уйти на второй круг, если что-то не так перед приземлением, у них не было. Но «Буран» зато, как вы знаете, слетал всего один раз. А «Шаттл»? У «Шаттла» было 135 запусков за 30 лет существования программы. Однако в целом в истории американской космонавтики это осталось довольно трагической страницей, потому что за годы эксплуатации было потеряно два корабля. Один «Челленджер» на старте, другой «Колумбия» при посадке, погибли в общей сложности 14 человек. И именно невозможность обеспечить большую безопасность стала в конечном итоге причиной того, что в 2011 году эта программа была закрыта. Причём, когда она была закрыта, у американцев не было другого способа доставлять людей и груза на орбиту, кроме российских кораблей. Несмотря на все сложности в отношениях между странами, американцы долгое время полагались для полётов на МКС только на российские корабли. И несмотря на то, что сейчас многоразовость остаётся одной из центральных тем в американской космонавтике, в том числе для запуска космических туристов, как вы отлично помните, программа Шаттла, Спейс Шаттла, она закончена, она закрыта. И она, конечно, героическая страница, но и трагическая страница тоже. Практика использования Шаттла и уже какой-то опыт по подготовке Бурана показал, что система очень уязвима. И все большинство задач, которые взлались на Буран, они решаются какими-то другими системами. И когда стало понятно, что Америка на самом-то деле больше говорит о звёздных войнах, чем этим занимается, то у нас от этого остался Буран и энергия. Лозин Лозинский, главный конструктор Бурана, собирает ведущих специалистов, они приходят, и он начинает с того, что нужно спасать Буран. Они даже не могли понять, о чём он говорит. Но он-то уже знал эту ситуацию, что нужно спасать Буран. И стали срочно искать какие-то ему полезные нагрузки. Но по сути, когда от него отказался заказчик, а потом развалился СССР, то в общем-то он остался неудел. В 1988, то есть через 12 лет после начала программы, Министерство обороны отказывается от Бурана и его перевешивают на Академию наук СССР. И там он своим годовым обслуживанием съедает весь годовой бюджет Академии. Тогда стало понятно, что корабль нужен примерно ни для чего. И всё, что он на тот момент эффективно делал, это съедал огромную кучу денег. Тогда фактически и началось сворачивание этой программы, а окончательно всё произошло в 1993 году. Буран и Буря остались здесь, на Байконуре. Решение Совета главных конструкторов по системам энергии Буран. Совет главных конструкторов вынужден с глубоким сожалению констатировать, что дальнейшие работы по созданию корабля Бурана ракет-носителей энергии проводить не представляется возможным. Здесь же есть обращение к Ельцину, тогда же, от мая 1993-го, где конструкторы призывают что-то сделать, не растерять накопленный нашими государствами научно-технический потенциал. Надеемся на ваше понимание. Но ничему не помогло это обращение, как мы понимаем. Да уже было поздно. Столько было затрачено труда, сил, денег, и всё это, к сожалению, так вот исчезло одним махом. Ну, просто вот до слёз обидно. Как вы восприняли закрытие программы? Очень плохо. Беспомощно. Полная апатия. И все начали заниматься, искать, чем заняться. Я занялся пилотажом. Ну, кто как мог зарабатывал. В общем, все пошли делать деньги. Ну, а что делать? Не сидеть же дома. Кормить надо. Ну, в 90-е годы с распадом Советского Союза начали уезжать украинцы на Украину, белорусы, Белоруссию, другие. Значит, каждый к себе домой. Опустело 25 домов пятиэтажных, опустело в городе. Первые этажи все опустили, были разрушены. Там надо было определиться с Казахстаном. Потому что это уже стала, будем говорить, другая страна в этом плане. Решить проблему аренды космодрома. Решить проблему, будем говорить, сохранения вот того, будем говорить, материального задела, который там существовал. Он был в основном там сосредоточен. Пара фактов про сам Байконур. Как вы знаете, это самый большой в мире космодром. Отсюда взлетал первый искусственный спутник. Юрий Гагарин в 61-м году отсюда взлетал. И энергия Буран в свой первый и последний полёт тоже отправилась с Байконура. В 91-м году эта территория отошла Казахстану. В 94-м году заключен договор аренды, который действует до сих пор. Россия ежегодно перечисляет Казахстану 115 миллионов долларов арендных платежей. Если говорить про сам город, где я сейчас нахожусь, то здесь смешанное управление, вернее двойное. Здесь и казахстанские органы власти, это Акимат, то есть район Казахстана, и одновременно это город федерального подчинения, российский. И здесь даже есть отдельные автомобильные номера. 94-й регион. Расул, я так понимаю, вы выступаете против того, чтобы Байконур на нынешних условиях сдавался в аренду России. 115 миллионов долларов в год, которые Россия платит арендных платежей, вы считаете недостаточно? Во-первых, недостаточно. Во-вторых, не только я выступаю. Я сейчас не буду говорить процентаж, но очень многие граждане, многие общественные активисты выступали и выступают против ещё с 90-х годов по сей день. Вопрос даже не в оплате, которая действительно является неадекватной. Дело в том, что два чувствительных момента. Речь идёт про наших граждан, которые живут на этой территории. Вы знаете, что комплекс передавался вместе с жителями, в том числе вместе с городом Байконур. Это десятки тысяч наших граждан. На этой территории от всего населения приблизительно 75% – это наши граждане. Но законы там действуют российские. Но это получается даже не арендная территория, а больше какой-то анклав. Какой вариант был бы приемлемым, с вашей точки зрения? Казахстан ведь, очевидно, не может один без России эксплуатировать этот кассирот. Безусловно. Да, это уникальный объект, который достался на следствие от Советского Союза. Его Казахстан, который не имеет объективно таких возможностей, не смог бы эксплуатировать. Поэтому критики, часть критиков склоняются к тому, что этот объект вообще надо закрыть. Часть, к которым отношусь и я, говорят о том, что здесь должно быть такое проявление международной кооперации. Не только Россия должна иметь здесь априори какой-то приоритет и возможностей, но и другие страны. Если говорить про космодром, то важно понимать, что сейчас Россия использует лишь незначительную часть той инфраструктуры, которая в своё время, в советское время была здесь построена. А всё остальное, оно с виду представляет собой такую грандиозную заброшку. Мне лично это напомнило фильм «Кинзадза». И самое интересное, что большинство этой видимой заброшки как раз была возведена именно под проект «Энергия Буран». Были построены подземные бункеры управления, были проложены сотни километров кабелей связи, были построены огромные ангары. И когда проект этот закрылся, всё это было просто брошено. Россия – это не нужно, Казахстану это тем более не нужно. Ну и вы сами можете представить, в каком состоянии за 30 лет это сейчас находится. Этот ангар, где стоит сейчас Буран и его макет, производит колоссальное впечатление. Посмотрите, насколько вниз уходит бетонная кладка. Вон, видите? Жуть. Десяток метров вниз – сплошной бетон. Вот эти вот двери, каждая из которых, из створок, весит десятки тонн, а всё вместе весит не одну сотню тонн. И сейчас это всё уже много лет обесточено. Вот опять же вот это оборудование. Тоже давно всё проржавевшее, не на ходу. И если представить, что корабль будут отсюда вывозить, это огромные деньги, потому что всё это надо каким-то образом открыть. Убрать вот эти вот огромные стальные конструкции. Как-то вывезти отсюда корабль? Очевидно, нужно будет снимать крылья. В железнодорожный вагон он не войдёт даже со снятыми крыльями. Самолётов, на которых Бураны сюда в своё время привозили, Атланты, их уже давным-давно нету, они не летают. Мрия, которая создавалась, чтобы транспортировать Буран, летает, но она осталась на Украине. В общем, даже если чисто теоретически представить операцию по вывозу отсюда Бурана куда бы то ни было, конечно, всё это можно сделать, но это будут капиталовложения, сопоставимые с ценой Бурана, и вполне возможно, их превосходящие совершенно точно. Но если постараться и не работать в рыночной, в отношениях, а делать это для себя, это всё равно потребует пару сотен миллионов рублей. Для реставрации, для того, чтобы его довести сейчас до ума, это миллионы долларов. Потому что нужно многие вещи менять, приводить его в порядок, потому что там он реально в ужасном состоянии. Российские спасатели, прибывшие спецрейсом на космодром Байконур, разбирают завалы на месте обрушения монтажно-испытательного комплекса. Вот это так называемый 112-й МИГ, монтажно-испытательный комплекс, где в 2002 году хранится заборка энергии Буран. Энергия, конечно, новая, а Буран тот самый, один раз летавший в космос. Это вот фотография того периода. Мы сейчас стоим у этих самых ворот только с другой стороны. И здесь 12 мая 2002 года энергия Буран погибает при очень банальных обстоятельствах. Этот комплекс построен в 60-х годах ещё для лунной программы. Он в предаварийном состоянии в 2002 году, крыша всё время протекает. Её по весне решают подлатать. Приезжают утром восемь рабочих, поднимаются на крышу, поднимают туда несколько тонн рубероида, очень неудачно в одном месте их складируют. Вместе с тем, что крыша пропиталась влагой, это создаёт недопустимую нагрузку, и крыша просто складывается внутрь. Все восемь рабочих погибают, и под руинами погибает также сборка энергии Буран. Вот крыша примерно в том же состоянии осталась, как и была 19 лет назад. Ну, я, к сожалению, или не к сожалению, на космодроме в это время не был, в этом месяце был в отпуске. Просто из сообщений пресса узнал, что крыша рухнула. Вы потом видели последствия? Внутрь туда попасть нельзя было. Всё это... Центроспас, значит, разбирал фрагменты крыши, фрагменты корабля. Было потом всё это передано на Республике Казахстан и утилизировано. Сейчас там ничего нет. То есть обломки энергии Бурана были просто сданы в металлолом, грубо говоря? Практически, да. Вы знаете, что тот Буран, который летал в космос, он погиб, потому что обрушился кровля ангара, в котором он располагался. И многие приводят это как пример ненадлежащего ухода, сохранения за космическим наследием. Нет, но поводы всегда найдутся. Я сейчас, наверное, затруднюсь привести конкретные примеры, но в части такого бережного отношения к такому или иному имуществу, к заводам и фабрикам, которые остались в наследство от Советского Союза, в России, наверное, нужно начитать тоже десятки, сотни таких объектов и привести претензии. Мне кажется, здесь речь идёт больше про повод, про предлог для того, чтобы каким-то образом вернуть этот Буран в Россию. Россия взяла сначала все объекты в аренду. То есть всё, что было на Байконуре, всё, что касалось космических программ, это было в аренде Российской Федерации. Но потом, спустя какое-то время, выяснилось, что многие объекты они попросту не нужны. И вот возникла идея эти объекты постепенно выводить из аренды. И фактически к этим объектам относились все объекты, связанные с проектом «Энергия Буран». Полностью. Там было создано первоначальное предприятие, оно называлось «СП АЭЛИТА» – совместное предприятие. И вот в частности все объекты, связанные с проектом «Энергия Буран» находились в ведении этой компании. Это была совместная российско-казахстанская компания? Да, это была СП. И потом часть как раз в этом предприятии «АЭЛИТА» выкупает частное лицо – Даурен Муса. Таким образом он становится владельцем второго «Бурана». До начала публичной перепалки с Рогозиным про Даурена Мусу в России мало кто слышал. И, как я выяснил, и здесь, в Казахстане, это не так, чтобы самый известный человек. Если поискать в интернете, предстаёт картина такого бизнесмена, не очень публичного, который в разное время имел отношение к десяткам не самых крупных компаний здесь, в Казахстане. Сейчас, по словам самого Даурена Мусы, он весь бизнес из Казахстана вывел и работает в Европе, занимается инвестициями и нанотехнологиями. Никаких подробностей найти не удалось, а сам он сказал, что пока не готов их раскрыть. Вывел он бизнес во многом потому, что сейчас казахстанское минимущество судится с ним ровно за те акции компании Байконур, которой принадлежит искомой «Буран». Вы купили 80% акций этого предприятия Байконура, правильно? Да. Я читал, что за 89 тысяч рублей. Да. Почему так недорого они стоили? Я вам отвечу прямо. Вы знаете, крупные банки покупают за 1 доллар. Контракты заключаются с долгами, которые. Там можно даже не указывать 1 доллар, но это символически же. То есть эти 89 тысяч – это было символически? Конечно, да. Вы можете сказать, сколько вы еще вложили в это предприятие потом? Да, конечно. Мы четко все отражаем в финансовых документах. Я вам покажу. Сумму вы можете назвать примерно? Да, посмотрите. На память не смотрю, потому что много у меня предприятий и других. А там были… И которые я купил 50% у Роскосмоса. Это потом вы еще докупили? Да, я купил у Роскосмоса по ОРКК «Энергия». Официально через Роском имущество, через собрание акционеров. У нас нет таких документов. Сейчас юристы работают совместно российские и казахстанские по просьбе казахстанской стороны. Но все, что я видел, наблюдал, какие документы мне представляли по моему запросу, речь шла о продаже акций одного юридического лица другому юридическому лицу. Откуда там возник физик, непонятно совершенно. Что за иски подает к вам Министерство имущества Казахстана? Я рейданул у РКК «Энергия», рейданул у Госком имущества, у Казахстана. Я говорю, слушайте, ребята, вот материалы. Черно по белому все написано. Что написано? Пером не вырубишь топором. Согласитесь? Сейчас какая стадия этих судов? Суд первой инстанции я выиграл, суд второй инстанции я выиграл. Остался только Верховный суд. На сегодняшний день выиграло в том числе и Министерство. Если суды выиграет Доран Муса, вы будете разговаривать с ним? Я не буду покупателем, я не выступаю со стороны покупателя. Если российские бизнесмены, которые хотели бы это сделать, владельцы частных музеев, они действительно готовы это сделать. Мы готовы, наша компания, одна из центров эксплуатации наземной космической инфраструктуры, готовы выступить в качестве подрядчика для обеспечения безопасного извлечения этих буранов из аварийных корпусов. Это мы готовы сделать. Соответственно, за это тот, кто приобретает корабль, должен будет вам заплатить? Конечно. Это работа не бесплатная. Давайте ваш артефакт за наш артефакт. Здесь я культурно ещё говорю. Ваш артефакт. Я же готов обменять буран на голову хана Кенесары. Очень быстро в переписке Дорена Мусы и Рогозина возник ещё один персонаж. Муса стал писать «Я вам бесплатно отдам буран, а вы нам верните нам, Казахстану, череп Кенесары хана». Кто такой Кенесары хан? Это последний великий хан того, что потом станет Казахстаном, казахских улусов в начале девятнадцатого века и внук великого Абылай хана. Вот памятник Абылай хану в Алмате. Кенесары хан вошёл в историю как борец с Российской империей. Он поднял против неё восстание, был в одном из сражений с лояльными и дружественными Российской империей киргизскими ханами пленён и казнён. Его голова была отправлена в качестве дара в Россию и там затерялась. По версии многих казахстанских историков, она находится до сих пор в кунсткамере. Кунсткамера всё время это опровергала. Тема возвращения останков Кенесары хана постоянно возникала в российско-казахстанских отношениях. Последний раз в этом году Путин пообещал Назарбаеву оказать содействие в поисках этой реликвии. Почему это так важно? Потому что Кенесары хан для Казахстана – это символ борьбы с Российской империей. Не случайно Дурен Муса упоминает этот символ в своей переписке с Рогозиной. И это помещает спор Рогозина и Мусы в более широкий контекст российско-казахстанских отношений, ещё шире в контекст отношений России с бывшими республиками Советского Союза. Со стороны России – это тема усиления влияния на постсоветской территории. Со стороны, в данном случае, Казахстана – это тема сопротивления этому усилению, сопротивления тому, что здесь называют новой имперской политикой Москвы. В эпоху самоутверждения новых наций, которые являются государствообразующими, подобного рода истории не полезны. Потому что они, по сути дела, являются поводом для разжигания крайнего этнического национализма. Я когда прочёл то, что сказал этот товарищ, посмотрел комменты под ним. Более русофобских комментов я в жизни своей не видел. Это про Хана? Да, после того, что написал Муса. Там комменты были реально русофобские. Мне потом позвонили мои товарищи из Байконура и сказали, что с этой историей надо заканчивать, потому что это приведёт к колоссальному межнациальному напряжению. Важный контекст. С чего началась нынешняя жёсткая фаза зарубы между Дмитрием Рогозиным и Деуреном Мусой? С того, что в мае этого года на Байконур проникла группа стрит-арт-художников. Они проникли в ангар, где хранится буря и нанесли на корабль граффити. Быстро стало известно, что за этим стоит стрит-арт-художник из Питера, работающий под ником Добро. Он это слово наносит на все свои объекты. На бурю тоже нанёс. Мы довольно легко его нашли. Он не особо скрывается, хотя попросил его лицо закрыть во время интервью. Рассказывает совершенно потрясающую историю, как они прилетели в Алмату, потом доехали до Кызыл-Орды, оттуда взяли машину, поехали в сторону космодрома. В какой-то момент уже темнело, водитель понял, что что-то стрёмное слился. Они шли дальше пешком, 40 километров по степи. Ну, это очень стрессовая такая ситуация. У тебя обезвоживание и такое ощущение, что ты сейчас просто проглочишь собственный язык. Ну, я никогда такого не испытывал. Я даже никогда не знал, что такое обезвоживание вообще. У ребят было всё то же самое. Мы просто в Google-навигаторе поставили точку. Ну, и по ней приблизительно ориентировались. Мы даже особо не изучали информацию, как пройти, какие объекты там будут, охраняемые, неохраняемые. То есть это всё мы узнавали в процессе того, когда мы шли. И когда вы пришли к МЗК, уже расцвело? Ну, да, расцвело уже где-то примерно в 7-8 часов утра. Но эта степь у нас была видна где-то за километров, наверное, 10-15. То есть мы проходили мимо Гагаринского старта. Это было где-то часов 8-9. Как вы внутрь попали? А внутрь там легко, там очень много всяких разбитых окон, через которые многие диггеры лазают. Пробравшись сюда, на Байконур, художник Добро написал на корабле как раз слово «добро». Вон, видите, его замазали, но остались синеватые пятна. А ещё он написал «Юра, мы приехали». И прежде чем лезть к звёздам, человеку нужно научиться жить на земле. Всё уже тоже закрасили. Этот, кстати, случай далеко не первый. В интернете вы легко найдёте и фотки, и видео, как по этим кораблям лазают, как там ставят палатки, даже жгут костры и готовят себе на них еду. Руководство Роскосмоса говорит, что после последнего случая с граффити все меры приняты, и теперь попасть сюда, в этот комплекс без пропуска, будет просто невозможно. Но вообще, когда мы сюда ехали, мы действительно несколько раз увидели полицейские наряды. и они здесь, по крайней мере, днём всё охраняют. У тебя было ощущение, что ты занимаешься вандализмом? Интересный вопрос. На самом деле, я вот тоже думал, да, но я всё время, во-первых, думаю, чем я занимаюсь, и если это вандализм вообще, то есть, ну, мне кажется, что вандализм — это то, что там просто происходило с кораблём. То есть, как бы, перекрасить стенку, я его не портил, его там обшивку, я не отдирал там эти плитки, хотя там они уже все отвалились. Ну, как бы, может, даже они не отвалились, но, как я понимал, что очень многие, кто там был, как бы, грубо говоря, для них был какой-то сувенир, там взять с собой плиточку и потихоньку-помаленьку корабль как бы разбирался, и то, что я сделал, мне кажется, это, ну, не является вандализмом. Весь космодром был возмущён, как такое можно было сделать, просто не представляемся. То есть, с точки зрения тех, кто здесь работает, это вандализм? Надругательство просто. Пусть сортиры расписывают у себя дома, а не корабли, которые мне принадлежат. Это была организованная акция, с учётом того, что 6 717 квадратных километров территории Байконура – это военизированная, охраняемая территория. Организованная, то есть вы имеете в виду, что Роскосмос был в курсе? Я не могу говорить, что это Роскосмос, потому что я грамотный человек, понимаете, да? Но это организованная акция, чтобы обратить внимание, что собственник, вот он, понимаете ли, он не охраняет МЗК. Почему я должен охранять МЗК, товарищи? Почему я должен сейчас отвечать на вопрос, что думает человек, который, с моей точки зрения, является аферистом и придумывает разного рода истории для защиты того, что защитить невозможно? Он, как собственник, является негодным собственником. Негодным? Что это значит? Ну, негодным. Собственник должен нести ответственность за сохранение этих объектов. Я даже поблагодарил художников за их труд, потому что это же искусство. Это высокое искусство, да. И это и послужило… Но многие скажут, что это вандализм, а не искусство. Ну, знаете, вандализм, когда разрушают, а они рисовали краской, которая быстро смывается. Какие краски ты использовал? Это аэрозольные баллончики были. Они легко отмываются? Ну, можно сказать, с помощью растворителя и тряпки они отмоются очень легко. Отмыть невозможно, закрасили. Потому что плитка, она такая пористая, и отмыть почти невозможно. А, то есть краска попала в поры и… Она, если дальше отмывать, она повредится просто, оторвется плиткой. Ну, то есть единственное, что можно было, просто закрасить белой краской. Ну, по крайней мере, сейчас, да. Возможно, какие-то способы есть нам отмыть, но это надо на заводе заниматься. Что для вас лично, Буран? Для меня Буран – это, наверное, больше, чем для многих людей. У меня отец возглавлял эту программу. Ваш отец возглавлял программу? Да. Мой отец был начальником 13-го управления и первым заместителем начальника службы вооружения Министерства обороны СССР. То есть он вел все перспективные исследования. Поэтому для меня это личная история. Понимаете, у каждого советского человека есть воспоминания об этих Буранах. 88-й год, 15 ноября, когда мы гордились и аж гордость распилала. Мы говорили, да, мы это сделали. В этом заочном споре и яростной полемике, которую Рогозин ведёт с Дуреном Мусой, вы на чьей стороне? Я не на стороне Дмитрия Рогозина. По той простой причине, что у меня такое ощущение, что он ведёт полемику ради полемики. Это такой личный самопиар. Ну, я однозначно на стороне Рогозина. Мне кажется, что Дмитрий Олегович по всей его такой кипучей натуре, он пришёл в отрасль собирать камни и потихонечку восстанавливать отрасль, в частности, и память о тех великих проектах, которые были в советское время. Я понимаю, что нынешний владелец Бурана, он, кстати, патриот этой темы, этой работы, этой Бурана. Вот он в этом плане молодец. Но мы понимаем, что, как он говорит, я сохранил, ну, как он сохранил, мы видим, но со стороны Роскосмоса никаких серьёзных предложений коммерческих не поступало. Вы готовы продать Роскосмосу корабль? Ко мне такое предложение не поступало. Если вы даже читали твиттер, Дмитрий Олегович написал сперва, я хотел забрать, запятаю, потом купить. Вот чисто человеческая банальная логика мне подсказывает, что это как-то очень странная ситуация. Ну, то есть, вроде все и вы согласны, что это великое наследие великой космической программы. И вроде вы имеете прямой доступ к этому кораблю. Не кажется ли вам, что было бы логично сначала его спасти, ну, вложиться там деньгами, может быть, Роскосмос бы, что-то представляющее великую космическую страну Россию вложил бы, сначала бы спас, а потом бы уже выяснял, кто кому что должен? Это противозаконное действие вы мне предлагаете проводить. Почему? Чужая собственность. Каким образом я могу вообще трогать её? Эти корабли? Кто будет принимать решение на основании чего? Это же прокуратура приедет уже вечером. Это чужая собственность. Более того, она иностранная собственность. Это Россия не принадлежит. Почему именно эта актуализировалась проблема очень сейчас? Потому что само здание, вот это заправочного комплекса, оно в очень плохом состоянии. Вплоть до того, что оно может в любом момент обрушиться. Есть шанс, что бурю постигнет участь первой бураны? Без сомнения. То есть если какое-то время ещё оно постоит, то есть шансы там стопроцентны, что что-то сверху упадёт. Там, видите, дело в том, что там не обязательно, чтобы там всё здание обрушилось. Достаточно одно из перекрытий, чтобы упало. Всё, и кораблю туда конец. Кораблю конец. Да, он просто сложится. Ему восстанавливать будет нечего уже. Это та самая пирамида, которая опирается на громадные основания из знаний, опыта, мастерства, таланта, математических расчётов, лабораторных опытов и натурных испытаний. Что-то из того, что было наработано на программе «Энергия Бурана» будет ещё востребовано в российской космонавтике когда-нибудь? Я думаю, что те наработки, те алгоритмы, те приёмы в системах управления, они, конечно, используются. В первую очередь теплосчета – то, что я вижу. Но это не та отдача за эти 17 миллиардов рублей и колоссальную программу. Практически бам. Да, да, да. То есть с моей точки зрения процентов, наверное, 98-99 оно, конечно, не получило развития. Не собираетесь уезжать отсюда? Пока нет. Почему многие же переезжают и получают сертификаты жилищные? Ну, вот тех людей, кто начинал со мной служить в войсковой части, осталось на космодроме 4 человека, включая меня. Почему вы, тем не менее, остаётесь, не уезжаете? Интересно. До сих пор интересно? Да. Что именно интересно? Заниматься такой работой, запусками, космических аппаратов, подготовкой. Несмотря на ни на что? Несмотря ни на что. Это совершенно фантастическое ощущение, когда стоишь нос к носу с этим великим, удивительным кораблём. Знаете, дорогие друзья, у меня ощущение, что буран – это такая аллегория, такой символ всего советского наследия в его нынешнем состоянии. Потому что, с одной стороны, им все гордятся, все с удовольствием ставят лайки под фотками и под видео, все с удовольствием вспоминают, какая была золотая эпоха, какие люди тогда жили, какие подвиги совершались. Во многом это, конечно, правда. Но если начать разбираться, то видишь вот такие вот руины, которые по большому счёту никому не нужны, которые совершенно заброшены, в которые совершенно никто не хочет вложиться. Точно так же, как советский опыт, про который так многие сейчас любят с удовольствием говорить, и который любят превозносить, он совершенно неосмыслен. Он не отрефлексирован. Он тянет нас назад, а не помогает, осмыслив его, двинуться вперёд. А когда видишь вот это, в этом нынешнем состоянии, понимаешь, что вот советское наследие на самом деле представляет собой и в массовом сознании в том числе вот такую вот ровно величественную руину. Все выводы у нас на канале вы делаете сами. А что касается сохранившегося бурана и этого его макета, я надеюсь всё-таки, что при каком-то следующем повороте истории он будет извлечён из этого ангара, он будет приведён в божеский вид, он будет выставлен в каком-то музее, так, чтобы люди могли в него заходить, могли с ним знакомиться. Он этого совершенно заслуживает. Не уверен, правда, что это произойдёт в результате фейсбучной полемики Рогозина и Мусы. Скорее нет, чем да. Потому что это ещё один мой личный вывод. Весь этот советский опыт, он очень способствует тому, чтобы сейчас люди имели легитимный и яркий повод для срача в Фейсбуке. Увы. Это редакция. Комменты, лайки туда. Подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok